Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Итак, Китай открывает границу в Ухане и США, возможно, на пороге завершения самого стремительного и продолжительного роста, который был со времен Второй мировой войны. Об этом и многом другом в сегодняшнем видео, а также о том, какие сделки я планирую открывать, если на рынке появится интересная ситуация. Итак, всем добрый день, напомню, не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео, ваши вопросы оставляйте в комментариях, если они появляются. Ну а начнем из новостей из Уханя. Власти Китая частично сняли карантин в городе Ухань, в котором произошла вспышка коронавируса в среду. Спустя практически 11 недель полной изоляции открылся выезд из города, а с городского вокзала утром отправился первый скоростной поезд. Карантин в городе продолжался 76 дней, и все это время город был полностью отрезан от внешнего мира. Для жителей действовали строгие правила самоизоляции и передвижение людей строго контролировалось. Даже сейчас, чтобы покинуть город, нужно показать специальный QR-код на телефоне, который показывает состояние здоровья, а также измерит температуру. Власти Китая накануне сообщили, что впервые с января на материковой части страны за сутки не было зарегистрировано ни одного летального исхода от коронавируса. И так здесь, в принципе, важно понимать, что Китай реагировал очень стремительно, очень активно, и фактически та инфраструктура, которая была создана в момент начала вспышки коронавируса, она и позволила его сдержать настолько быстро. То есть фактически мы видим здесь лучший показатель, который, наверное, сейчас мы можем представить, то есть это порядка 80 дней была закрыта полностью страна. То есть сейчас подходит к концу первый месяц в ряде европейских стран, какие-то страны только-только начинают переходить в этот режим, и то не объявляя режим чрезвычайного положения, а только говоря о карантине и самоизоляции. То есть фактически вот это завершение пика активности, пика новых вспышек, оно фактически может растягиваться во времени. Поэтому здесь по некоторым прогнозам можем говорить о том, что распространение, ну и фактически самый пик может прийтись на летние и осенние месяцы этого года. Что еще по поводу коронавируса? Борис Джонсон чувствует себя лучше после двух дней в палате инициативной терапии. То есть фактически пока это ключевое, ну одно из ключевых лиц, за которым мы пристально следим для того, чтобы все-таки понимать, что же происходит. Ну и давайте теперь посмотрим на в целом последние новости и последнюю картину распространения коронавируса, чтобы понимать, что на текущий момент также происходит. Зафиксирован также рост распространения случаев и фактически сейчас мы приближаемся уже к полуторам миллионам случаев. То есть сейчас это 1 миллион 432 тысячи, пик приходится на США, порядка 400 тысяч Испания, 150 Италия, 135 Франция, 110, затем Германия, 107. Вчера мы видели небольшой, ну точнее последние пару дней мы видели небольшое количество новых случаев. То есть вчера было порядка 80 тысяч, ну против 100 тысяч, которые мы видели 4 апреля. И так как вероятно это была суббота, то собственно вот такой пик пришелся как раз на это значение. То есть сейчас пока мы видим небольшое ослабление динамики по сравнению с прошлой неделей, но тем не менее количество случаев все-таки растет. И количество зараженных в общем выражении тоже растет такими же колоссальными темпами. Поэтому ну будем дальше продолжать, то есть опять же пока мы не увидели какого-то ослабления в данной ситуации, то есть говорить о восстановлении мировых экономик будет крайне сложно. И в этой же связи очень хотелось бы обратить внимание всех наших слушателей, ну точнее поделиться наблюдением, которое я нашел на одном из американских аналитических сайтов. И это как раз наблюдение связано с тем, что на текущий момент в США официально не объявлена рецессия, да, на текущий момент. Но мы безусловно видим определенные признаки этого. Пока нет официального подтверждения, мы с вами можем посмотреть на то, как это было на исторических данных. То есть фактически мы с вами можем открыть информацию, то есть были подготовлены специальным аналитическим агентством как раз информации о том, сколько длился рост и какое было падение. То есть сейчас мы фактически с вами видим то, что на февраль 2020 года последний рост составлял порядка 128 месяцев. То есть это самый стремительный рост с момента Второй мировой войны. Плюс-минус такой же был как раз в конце 90-х. И фактически сейчас, то есть здесь данные взяты на март, то есть безусловно здесь даже есть пояснение, то что данные взяты примерно, так как нет официального подтверждения начала рецессии. Но если бы оно было подтверждено, например, в феврале, то это было 128 календарных месяцев. И рецессия в среднем после как раз ее начала длилась 11 месяцев, то есть плюс-минус год. То есть были года, как например 80-е, то есть это порядка 16 месяцев, но в среднем это где-то 11 месяцев. То есть вот сейчас мы можем как раз, то есть пока, конечно, это официально не объявлена рецессия в США, но мы можем предполагать, что плюс-минус из нее выходить мы будем около года. И это вот этот момент, который я тоже с вами хотел обсудить. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит на рынках. Сейчас также появляются новые интересные возможности для входа, то есть уже для поиска новых торговых идей. И я расскажу о том, что как раз сейчас планирую. Конечно, сейчас неделя это короткая, страстная пятница, то есть США закрыты, большинство европейских бирж тоже закрыты. То есть поэтому фактически мы можем говорить, что у нас сегодня-завтра последние торговые дни. Конечно, валюта будет торговаться, но волатильность по ней и, прошу прощения, ликвидность по ней будет гораздо меньше. Итак, начнем с евро-доллара. Здесь мы переходим в фазу восходящего движения. Мы вчера смогли закрепиться выше максимум, который мы видели 6 апреля. Здесь я для себя поставил отложенный ордер на покупку. То есть здесь уже, на мой взгляд, можно искать покупки. Вопрос, где присоединяться? Можно из текущих уровней, но я для себя взял чуть более интересную цену. То есть вхожу в нижний третий как раз последнего диапазона. Стоп-лоссы за минимальными значениями 3 и 4 апреля. И вот для меня этот вход, он выглядит довольно-таки интересно. Потому что здесь мы можем получить соотношение риск-прибыль довольно-таки неплохое. То есть потенциал роста здесь может быть порядка 6%. То есть 1 к 6, если сделка будет реализована по текущим ценам. То есть по тем ценам, которые я поставил. То есть сейчас, в принципе, можно искать покупки. То есть если кто-то находился в продаже, то, на мой взгляд, имеет смысл скорректировать и присмотреться к покупкам. Поэтому по паре британский фунт, американский доллар. Пока мы продолжаем свое движение в фазе восходящей формации. Но это лучше смотреть на чиселом таймфрейме. Здесь тоже я для себя поставил отложенный ордер. Тоже в нижний третий. Это 1,2260. Соответственно, вчера мы смогли закрепиться выше максимумов 6 апреля. То есть был получен сигнал на то, что можно искать покупки. Ну и, собственно, теперь вопрос где. Сейчас отложенный ордер лимитный у меня стоит. Ну, пока-то и к профи здесь я не выставлял. Но по фунту тоже считаю интересным как раз посмотреть на продолжение восходящего движения и по снижению американской валюты как раз. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь мы продолжаем снижаться. Пока здесь ничего не меняется. Собственно, здесь зачем мы будем следить? В первую очередь мы сейчас торгуемся в области поддержки на 1,3947. То есть если говорить о дальнейшем продолжении снижения, то нам нужно увидеть уход ниже данного уровня. Но пока цена закрепилась, не закрепилась ниже него. То есть продажи здесь тоже, я считаю, открывать пока преждевременно. Поэтому здесь или два сценария. Или мы отбиваемся вот этого уровня. У нас начинается восходящее движение по американской валюте, по отношению к канадской валюте. Но это мы увидим только если цена сможет закрепиться выше максимумов как раз вторника. И пока здесь будем наблюдать. То есть пока продажа здесь, я считаю, довольно-таки опасна. Но сигнал к покупкам здесь пока еще не появилось. По паре американский доллар, японская иена. Здесь я также для себя рассматриваю продажи по данной паре. Мы вчера смогли закрепиться. Ну, точнее, сегодня мы уже торговались ниже минимумов, которые были сформированы вчера. И сейчас наблюдается небольшая коррекция как раз в зону, из которой было бы интересно открыть сделку на продажу. Опять же, это верхняя трейд. 109.10 стоп-лосс за максимум 6 апреля. Соответственно, если цена дойдет до данной области, то есть это еще порядка 30 пунктов, что вполне может произойти. Собственно, здесь вот данный вход будет здесь интересен. Опять же, здесь риск у меня стоит полпроцента по данной сделке. И потенциал прибыли довольно-таки, опять же, интересный. То есть тут мы можем получить, опять же, соотношение 1 к 6, что тоже в рамках текущей ситуации, текущая волатильность выглядит довольно-таки интересным. По паре австралийский доллар, американский доллар не может мы преодолеть, ну и закрепиться выше максимальные значения, которые были 31 марта сформированы. То есть, опять же, здесь покупки, я считаю, то есть если они открывались, то необходимо было выходить чуть выше. То есть, тем более, мы не смогли закрепиться выше данных локальных максимумов. Вполне вероятно, что здесь разовьется как раз нисходящая формация по данному инструменту. Поэтому здесь, если мы закрепляемся ниже минимумов вторника, то я присмотрюсь уже непосредственно к продажам. А сейчас пока я все отложенные ордера удалил и как раз выжду данной ситуации. Ну а если мы сможем закрепиться выше как раз данных максимумов, то есть подтвердим настрой продолжения роста против американского доллара, то, соответственно, здесь присмотрюсь уже непосредственно к новым покупкам. Пока здесь покупки, так как не открыл их раньше, да, то есть цена не давала присоединиться чуть раньше по более интересным ценам, то сейчас я их открывать не буду. По новозеландцу, также пока мы не дошли до локальных максимумов, которые были сформированы как раз 27 и 30 марта, цена продолжает планомерно расти. То есть, в принципе, здесь еще есть куда подрасти в область 60-68. Поэтому общий фон здесь остается восходящий. Покупки здесь, ну новые покупки имеет смысла открывать не имеет, потому что мы находимся в середине диапазона. Ну, фактически соотношение риск-прибыль здесь один к одному. Но здесь тоже буду наблюдать. Если цена сможет закрепиться ниже минимумов вчерашней торговой сессии, то здесь присмотрюсь к продажам. Так как здесь тоже они могут быть довольно-таки интересными. А золото корректируется от локальных максимумов. Сейчас мы видим небольшое снижение. Вполне вероятно то, что начнется коррекция. То есть, фактически вчера мы дошли до максимума 1673. И сегодня торгуемся по нижней границе вчерашнего диапазона, то есть 1642. Соответственно, сейчас, если цена сможет закрепиться ниже данного уровня, то можно говорить о начале еще одной волны нисходящего движения. И завершение этого снижения рассматривать как возможность золото прикупить. Ну, а пока здесь продавать я точно его не буду. Поэтому буду смотреть на коррекциях и их, соответственно, завершение. Вот по индексам тоже считается довольно-таки интересно. Вполне возможно то, что сегодняшняя, точнее, эта неделя может стать разворотной в той коррекции, которую мы видели последние несколько дней. А может и не стать. То есть, мы безусловно не знаем. Но тут появляются довольно-таки интересные моменты. То есть, фактически сейчас, вчера мы видели довольно-таки стремительный рост. И фактически вернулись к ценам открытия. То есть, такая свеча, которая появляется на дневном таймфрейме, очень часто она говорит или о смене тенденции, или о начале коррекционного движения. Тем более, здесь она довольно-таки явно просматривается. Поэтому здесь я буду пристально следить как раз за тем, как цена будет торговаться по отношению к вчерашнему дню. Если мы закрепляемся ниже отметки 10100, то я для себя буду рассматривать поиск продаж. Ну и, собственно, заходить на продажи, на коррекции. Так как еще одна волна снижения здесь как раз может образоваться то, о чем мы с вами говорили. А фондовые рынки подрастали. Ну и, собственно, вот этот импульс, он в ближайшее время тоже может завершиться. И точно такая же картина по S&P. Здесь вчера мы показали локальный максимум, но к концу торговой сессии мы фактически вернулись к ценам открытия. И если мы сегодня обновим минимальное значение, которое было сформировано вчера по цене 2633, соответственно, здесь я для себя тоже рассмотрю продажи по данному активу. То есть здесь уже вот тот рост, который был, мы сможем считать завершенным. И будет еще одна волна нисходящего движения. Но, опять же, будет она до уровня 2200-2300, пока мы не знаем. Но то, что она может начаться, об этом мы сейчас уже можем говорить. Ну и нефть марки Brent. Здесь, безусловно, все приковано к планируемому на завтра заседанию ОПЕК+. Сейчас рынки немного корректируются от локальных максимум, которые были сформированы вчера. Ну и, собственно, здесь может начаться еще одна волна нисходящего движения. Ну а в зависимости от того, насколько договорятся, ну и в принципе договорятся ли о сокращении завтра, ну есть предпосылки на то, что, опять же, могут это быть предварительные договоренности. То есть, просто скажут, что ну вы давайте подумаем и договоримся там на 10 миллионов баррелей, а примем это решение там 1 мая. То есть, безусловно, до 1 мая запасы будут перенасыщены. Поэтому по нефти ждем завтра. Сейчас локально пока отыгрывание вот данных, данных новостей оно происходит. То есть, пока растем на ожиданиях. Ну а что будет по факту, узнаем уже завтра. Поэтому продолжаем следить за рынками, продолжаем следить за тем, что происходит. Мы с вами также увидимся в пятницу. Посмотрим, чем завершается текущая торговая неделя. Ну и, собственно, что мы сможем ожидать от недели предстоящей. Поэтому всем спасибо за внимание. Забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео. Напомню, что также вы можете подключиться к моему счету с паролем инвестора, пройдя по ссылке в описании к этому видео. Подключиться, подписаться на мой профиль TradingView и добавиться в Telegram-чат, где также мы обсуждаем онлайн текущую ситуацию по рынкам. И вы можете задавать свои вопросы. Всем желаю хорошего торгового дня. Всем спасибо за внимание и до свидания.